Совместно с Департаментом транспорта, с МЭП, полиция, патрульная, активисты велосипедного движения в Одессе приняли такое решение о разработке детальной перспективной схемы велосипедных дорожек и велосипедных полос по существующим улицам. Предрешение, что мы двигаемся в направлении от улицы Долгой к парку Шевченко. Почему? Потому что надо уже связывать существующие улицы, на которых есть велополосы, и вот как-то, чтобы логически выстраивалась какая-то цепочка. Если мы говорим, что улицу Ольги Риску во время реконструкции заложили эту дорожку и сделали, значит, каким-то образом надо продвигаться сюда, в эту сторону, к парку Шевченко, потом, чтобы через трассу здоровья выходить дальше вдоль моря, фонтан. Поэтому приняли такое решение. Мы разработали первых четыре схемы. А, ну да, что касается самой перспективной схемы. Она будет связывать, вот, давайте я вам продиктую еще раз, направление от улицы Долгой к парку Шевченко. Это в одну сторону. Долгая улица, да. Значит, улица Долгая, Дачная, Фонтанская дорога, Лепедевского, Фонтанская дорога Сегецкая, Канатная, Куликово поле, Шмидта, Малая Арнаутская, Леонтовича, Лидерсовский будвар, парк Шевченко. В обратную сторону направления парк Шевченко Долгая, парк Шевченко, Лидерсовский, Большая Арнаутская, Гимназическое, Гуликовое поле, Канатная, Сегецкая, Фонтанская дорога, Гаршина, Львовская, Долгая. Везде планируются велополосы по существующим, по существующим улицам. Везде выделяется велополоса шириной полтора метра, за исключением улицы Канатная, потому что улица Канатная сама по себе узкая, и там общественный транспорт. Это очень спорное решение, мы до него дойдем. Мы пока разработали четыре схемы от улицы Долгой до Десятой Фонтана. На Десятой Фонтан начинается сужение, там уже нужно думать как. Ну, начнем хотя бы с этого. По улице Канатная планируется сделать двухстороннюю велосипедную дорожку, уже не полосу, а дорожку выделенную. Ну, это перспектива. Давайте дождемся вот этих четырех схем, запустим сначала от улицы Долгой до Десятой Фонтана, ну, а там уже будет... Двустороннюю вы имеете в виду в рамках одной линии, или она с другой стороны тоже будет просто реверсное такое движение? Вот посмотрим, как будет в схеме, да.